Экономика Китая не вышла ростом Экономика Китая не вышла ростом В 2018 году он составил рекордно низкие 6,6% коммерсанта 21 января 2019 года 12,46 замедления китайской экономики на фоне торгового противостояния с США К концу 2018 года стало проявляться заметнее По его итогам рост ВВП Китая составил всего 6,6% Это самые низкие показатели с 1990 года Власти Китая считают, что внешняя обстановка стала сложной и суровой И переориентируются с поддержкой экспорта на стимулирование внутреннего спроса Из опубликованных в понедельник данных Государственного статистического управления КСУ Китая следует, что экономика страны росла в 2018 году самыми медленными темпами за почти три десятилетия Ее рост составил всего 6,6% по сравнению с предыдущим годом Это самые слабые темпы роста ВВП страны с 1990 года Хотя они и оказались чуть выше ориентира правительства в 6,5% Инвестиции выросли за год на 5,9%, тогда как рынок в среднем ожидал усиления роста до 6% Чтобы снизить базу сравнения перед публикацией данных за 2018 год Правительство страны на прошлой неделе даже пересмотрело оценку роста ВВП за 2017 год с 6,9% до 6,8% Экономика столкнулась с понижательным давлением, заявил в понедельник руководитель КСУ Китая Аниэн Цзи Чжэ Он добавил, что внешняя обстановка стала сложной и суровой Усложнение экономической ситуации началось еще летом, когда из-за торгового конфликта с США возникли проблемы у китайских экспортеров С лета 2018 года, как фиксирует статистика, снижаются и розничные продажи автомобилей В декабре они упали на 8,5% после сокращения на 10% месяцем ранее Совокупно торговая война и торможение роста розничных продаж начали проявляться в квартальной статистике Если в июле-сентябре 2018 года рост составил 6,5%, то уже в четвертом квартале темпы роста снизились до минимального значения за последние десятилетия в 6,4% Впрочем, для рынков и властей ситуация была предсказуемой Власти Китая пытаются отойти от экспортно-ориентированной модели роста в пользу внутреннего потребления В последние месяцы КНР активизировала усилия по поддержке экономики Меры по увеличению спроса включают ускорение строительных проектов, снижение некоторых налогов и норм обязательных резервов банков Отметим, что стат управления зафиксировало в декабре ускорение роста промышленного производства до 5,7% с 5,4% в ноябре Консенсус прогноз предполагал 5,3% Также понемногу увеличиваются розничные продажи Их рост даже немного усилился в декабре в соответствии с ожиданиями экспертов До 8,2% в годовом выражении с 8,1% месяцем ранее Впрочем, Джулиан Иванс Причард из Capital Economics China Считает, что экономика Китая в конце 2018 года была слабой, но держалась лучше, чем многие опасались Экономика Китая, вероятно, еще больше ослабнет до стабилизации роста во второй половине года, предполагает экономист Цитата по BBC Дарья Николаева Как Центробанк Китая стимулирует экономический рост В октябре 2018 года Центробанк Китая продолжил умеренное смягчение политики, вновь снизив резервные требования для банков Регулятор надеется, что мера расширит доступ бизнеса к кредитованию и позволит компенсировать ухудшение деловой активности на фоне введенных США торговых ограничений Эксперты, впрочем, указывают, что эффект от снижения требования будет ограниченным Власти Китая пока опасаются сильнее смягчать денежную политику, чтобы избежать резкого ослабления юаня и нового витка оттока капитала Читать далее